город тренд расположен 97 километрах от вероны туда вы можете добраться на машине по платной трассе либо по бесплатной трассе среди который пролегает среди красивых гор и и живописных виноградников а также на поездах компании трен италия замок на экскурсию и потом встречаемся с нашими друзьями на обед пульт управления ракетами когда не видела такого замок бон консилио трента это символ города и один из важнейших замков в трентино это великолепный пример того как гармонично в одном здании соединили постройки разных эпох его история началась в первой половине 13 века и вплоть до 1803 года это была резиденция принцев епископов трента благодаря некоторым из них строились новые части и преображались старые в замке выделяют три части костыль векио это самая старая часть если присмотреться на его фасаде можно увидеть очертания зубцов которые принадлежали первой стене а в 15 веке его надстроили и появилась красивая лоджия в венецианском стиле манио палаццо датирует 1514 1539 годом он будет особенно интересен тем кто любит эпоху возрождения джунта альбертиано была построена в конце 17 века и соединила кастель векио и манио палаццо особого внимания заслуживает башня орла ее стены украшены фресками начала 15 века цикл месяцев они являются одним из знаковых примеров международного готического искусства в европе на 11 полотнах к сожалению марта был утерян можно проследить быт крестьян а также знатных людей в зависимости от сезона важно помнить что вход в башню осуществляется по предварительной записи в маленьких группах стоимость билета 2 евро и оплачивается она отдельно замок поражает великолепием фресок и масштабов настоятельно рекомендую запланировать поездку в тренд мы только что посетили замок очень советую нам очень понравилось единственное на касте не услышали что мы хотим еще башню аква где можно посмотреть великолепные фрески поэтому нам пришлось забронировать на другое время на три часа но пока мы пошли погулять по центру и потом уже встретимся с ребятами на обед а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, мы не успели посетить центр города Тренту, а он действительно великолепен, потому что здесь главная площадь, знаете, она такая как гостиная. За счет того, что, во-первых, в центре великолепный фонтан Нептуна, дальше он в окружении домов, которые покрыты фресками, а для меня фрески на домах это сразу же автоматом гостиная. Поэтому те, кто давно следит за мной в инстаграм, знают, что как только фрески, площадь, дом, для меня это гостиная. Ну, вы не переживайте, я надеюсь, что я отдельно приеду в Тренту и сделаю об этом городе отдельный влог. Вот, единственное, хочу заметить, что если вы планируете приехать сюда, нужно закладывать на замок минимум 3 часа и еще, наверное, 3-4 часа вместе с обедом на вот сам центр города. Но, поверьте, он очень красивый, хотя недавно мы общались с моей приятельницей, и им кто-то сказал, что в Тренте делать нечего. Но, ребят, если мы будем сравнивать малые города, если мы будем сравнить малые города, в которых население 80 тысяч с Римом или Флоренцией, но, согласитесь, это несерьезно, поэтому приезжайте в Тренте, если вам нужен будет маршрут, обращайтесь ко мне, я буду рада вам его разработать. Пока мы идем к парковке, расскажу вам о стоимости посещения замка Bonn Consilio. Смотрите, билет полный, стоит 10 евро для взрослых, для детей будут скидки. Дальше, за экскурсию мы заплатили по 3 евро на каждого, и посещение башни 2 евро. Очень важно про башню. Башню можно посетить только с организованной группой, и посещение начинается, по-моему, с 10 часов, вот, начинается 10.45, вот, 10, 10.45, потом 11, по-моему, 11.45, ну, в общем, все это есть на сайте, поэтому знайте об этом, и обязательно на кассе скажите, что вы хотите посетить башню Апфелла. Рядом с замком есть крытая парковка, заезжайте по билетику, единственное, она с серпантином, надо подниматься на уровне, здесь несколько уровней, вот, сколько стоит, я напишу, за 5 часов и 40 минут, нет, за 5 часов, вот, это стоимость торговки. Вообще, хочу сказать, что путешествовать по Италии летом, это, конечно, подвиг для таких, как я, потому что очень жарко даже здесь, а мы в горах, поэтому если можете не путешествовать в августе, потому что это еще и дорого, не только жарко, но и дорого, лучше принесите на сентябрь. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, мне будет это очень приятно, и это очень важно для меня. Всех обнимаю, пока!